А вы знаете, разницы между вами и бездомным человеком практически нет. Ну, смотрите, в мире сейчас существует, скажем, миллиард домов и квартир. У бездомного нет ни одного из этого миллиарда домов. А у вас нет миллиард минус один. Разница почти незаметная. Вы скажете, что если смотреть на то, чего у вас нет, то так оно и есть. Но никого не волнует, чего у вас нет. Вопрос, что у вас есть. Если у вас есть дом хоть один, то вы уже не бездомный. Именно такую логику использует один из самых известных и самых агрессивных атеистов сегодняшнего мира Ричард Докинс. В своей книге и во многих выступлениях он говорит, каждый верующий человек отрицает все религии, кроме своей. То есть он атеист по отношению ко всем другим религиям. Я, говорит Докинс, такой же атеист, как и он, только по отношению к одной религии больше. То есть я отрицаю все религии. То есть у бездомного человека нет ни одного дома, кроме своего, а у бездомных нет всего лишь на один дом больше. Я согласен с Докинсом. Если смотреть на то, во что человек не верит, то разницы между верующим и неверующим практически нет. Но как и с домами, никого не волнует, во что вы не верите. Когда я узнаю о человеке, я хочу знать, во что он верит. Многие люди сегодня называют себя светскими. Светский означает не следующие религии. Окей, но чему вы следуете? Давайте начнем с самого начала. Верите ли вы, что существуют абсолютные, незыблемые моральные ценности? Следуете ли вы светской идеологии Иммануила Канта или Дэвида Росса, которые утверждают, что моральные ценности абсолютны и никогда не могут изменяться? Или вы верите, как светский философ Ридрих Ницше, что абсолютных моральных ценностей вообще нет? Или вы следуете светской теории, подобной Стюарту Миллу или Карлу Марксу, говорящей, что моральные ценности есть, но они субъективны и изменяются? Подумали ли вы, как и вышеупомянутые мыслители, о том, что вытекает из каждого из этих убеждений, и как это влияет на ваш подход к миру? В религиозном мире люди вынуждены иметь для себя конкретные ответы на эти вопросы. Но за пределами религиозного мира люди, к сожалению, не считают нужным обсуждать это. И чаще всего говорят только о том, во что они не верят. Представьте, что вы ищете новый телефон. Вы видите магазин с вывеской, мы не продаем айфоны. Замечательно, вам айфон и не нужен, вы хотите андроид. Вы заходите и просите показать вам последний Samsung. У нас Samsung нет, а Google телефоны? Тоже нет. Что же у вас есть? А мы телефонами вообще не торгуем, мы торгуем картошкой. А почему у вас написано, мы не продаем айфоны? Ну, мы же не врем, мы айфоны не продаем, зато выглядит солидно, привлекает людей. Вот вы зашли. Картошки не хотите? В древние времена были люди, которые называли себя религиозными, и были люди, которые называли себя светскими. Религиозные люди следовали определенной религии, светские люди следовали одной из светских идеологий. Сегодня за пределами религиозного мира многие жизненные вопросы вообще не обсуждаются, и люди даже не задумываются о том, что им все равно нужно либо следовать какой-то конкретной идеологии одного из мыслителей или философов светского мира, или выработать свою школу мышления. Поэтому люди вывешивают только вывески о том, что они не продают. Они технически не врут. И это выглядит солидно, привлекает к себе людей. Картошки не хотите?